МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что нужно, чтобы заполучить автомобиль? А также двухдневный визит, финансовый поток и сделано в Беларуси. В Албере создал специальный раздел, где представлены товары только отечественного производства. Что почем? Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Президент принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Юбилейный 10-й саммит проходит в узком и расширенном составах. Александр Лукашенко обозначил позицию Беларуси по основным вопросам повестки дня и высказался о перспективах дальнейшего развития евразийской интеграции. Уже 9 мая глава государства вместе с другими приглашенными будет присутствовать на военном параде на Красной площади во знаменовании 79-й годовщины победы Великой Отечественной. После белорусский лидер примет участие в церемонии возложения цветов к могиле неизвестного солдата. С ветерком в Славгородском районе на мотоцикле перевернулся подросток-бесправник. Во время патрулирования одного из поселков района сотрудники ГАИ обратили внимание на байк без номерных знаков. Водитель и пассажир были без шлемов. Требования об установке проигнорировали. После непродолжительной погони транспорт опрокинулся. За рулем оказался несовершеннолетний местный житель, который перевозил своего знакомого. В аварии никто не пострадал. На нарушителей составлено 11 протоколов. Дальнейшие разбирательства будут проводиться в инспекции по делам несовершеннолетних. Рабочий опрос, патриотизм в сердце и жилищный вопрос. Более трех тысяч аренных квартир планируют построить в Беларуси для военнослужащих, когда завершат проект. Громкие заголовки дня дали в специальном обзоре. Почти 36 миллионов рублей будет направлено из Инновационного фонда на исследовательские работы. В перечень включены Министерство промышленности, здравоохранения, сельского хозяйства и продовольствия, внутренних дел, Национальная академия наук. В планах создание новых технологий, видов наукоемкой высокотехнологичной продукции, организации ее серийного выпуска, повышение конкурентоспособности, внедрение разработок в реальный сектор экономики. Более трех тысяч арендных квартир планируют построить в Беларуси для военнослужащих. Реализовать задуманное планируют до конца 2025-го. Также в будущем, возможно, будет реализовать право на приобретение в собственность как на возмездной, так и на безвозмездной основе. По словам начальника жилищного обеспечения вооруженных сил, комфортное проживание военнослужащих и их семей – залог успешного и качественного выполнения ими задач по охране стабильного развития республики. Marketplace Wildberries создал специальный раздел «Сделано в Беларуси», где представлены товары только отечественного производства. Концепция нацелена на продвижение и позволит покупателям приобретать качественную продукцию по сниженным ценам без участия посредников. Верифицировать производителей из перечня будет Белорусская торгово-промышленная палата. В Беларуси опросили более тысячи соискателей, чтобы узнать об их отношении к возрасту руководителя. По результатам каждый второй нейтрально относится к работе под эгидой начальника, который будет моложе на 10 и более лет. Из плюсов респонденты выделили свежесть идей, знания современных технологий и отсутствие излишней формальности. Из минусов – недостаточный профессиональный и управленческий опыт, необъективность в оценке собственной значимости. В День Победы Государственные музеи Беларуси будут работать бесплатно для посетителей. 9 мая пройдет республиканское культурно-патриотическое мероприятие «Никто не забыть, ничто не забыто». Можно будет проникнуться как постоянными, так и временными экспозициями с экскурсионным сопровождением. В сердцах живет благодарность. Бобрусь готовится в третий День Победы. Митинг, шествия, концерты, автопробег, флешмоб – лишь малая часть масштабной программы, приуроченной к священному празднику. 9 мая с утра до ночи будет насыщена громкими событиями. Подробности далее. Торжественно и масштабно утро Дня Победы начнется с возложения венков, цветов к памятникам и местам захоронений времен Великой Отечественной. В 10 часов на пересечении Минской и Георгиевского проспекта выстроится праздничная колонна. Шествие начнется без 15.11. В полдвенадцатого на площади Победы центром притяжения станет митинг. Будет выставлена техника Бобруйского гарнизона, представлена ОСА, боевая машина ОСА, КМ, командный пункт командира батареи и транспортно-заряжающая машина. На площади Победы будут работать тематические площадки, ярмарка мастеров, выставки, фотозоны, снаряжение, амуниция бойцов Красной Армии и возможность проникнуться героизмом белорусов. На полевой кухне каждый желающий сможет насладиться вкусом солдатской каши. Уважаемые бобруйчане и гости нашего города, мы приглашаем всех 9 мая на площадь Победы на праздничные мероприятия, посвященные празднованию Дня Великой Победы. С 12.00 до 14.00, а также с 18.00 до 21.00 состоится праздничный концерт с участием творческих коллективов нашего города. В 16.00 мы всех приглашаем в театр имени Дунина Марцинкевича на спектакль Василия Теркина. Ровно в полдень возле стадиона «Спартак» стартует легкоатлетическая эстафета. Состязание будет проходить на призы информационного агентства «Бобруйск-Медиа». Заряд бодрости, отличное настроение ждут на финише каждого участника спортивного события. Личный состав УВД Бобруйского госполкома в период проведения праздничных мероприятий, приуроченный к 9 мая, будет нести службу по охране общественного порядка, общественной безопасности и дорожной. Уважаемые граждане, просьба соблюдать меры личной безопасности, а также уважительно относиться к другим участникам мероприятия. Спасибо деду за победу. Традиционный 11-й автопробег объединит настоящих патриотов. Сбор участников с 12 до часа на задней парковке Бобруйской арены, где пройдет конкурс на лучшее оформление автомобиля. В 14 часов возле свято-георгиевского храма в небо запустят белых голубей – символ мира и добра. Затем колонна отправится к ургану Славы в Сычково. Там возложат цветы к памятнику в честь советских воинов и партизан. Наши близкие родные пострадали в годы войны. Мой отец был забран в концлагерь для детей и доноров крови. Ну и чудом удалось ему спасти. Мои дедушки и бабушки также пострадали от фашистского ига, поэтому я эту память обязательно праздную. Мы все чтим всей семьей. Это пробирает от глубины души. Сейчас расплачусь. Этот праздник для меня вот всегда был с детства самый-самый дорогой. Самый. Потому что у меня два деда воевали. Это важное очень событие для всего народа. И поэтому, конечно, мы помним и должны все это помнить. И воспитывать своих детей также. Самый главный праздник, в принципе, нашей страны. Хорошая память. Наши дети должны об этом помнить в любом случае. И мы им будем рассказывать об этом все. В 6 вечера на площади Победы горожан ждет масштабный флешмоб. В 21.00 бабручане вместе споют тематические песни. Завершит День памяти кинотеатр под открытым небом. Российская картина, расправляя крылья, расскажет героическую историю боевой летчицы. Которая в 1943 году получила ранение и вернулась работать в тыл на авиационный завод. Но, несмотря на ранение, она делает все возможное для того, чтобы вновь вернуться в небо и приблизить Великую Победу. Мы приглашаем гостей и жителей города вместе провести этот светлый праздник. В связи с празднованием Дня Победы в расписании движения пассажирского транспорта возможны отклонения. 9 мая 2-й автобус будет курсировать по Советской Минской Социалистической. 4А пойдет по Урийского, Бахарова, Пушкина, Держинского, Советской. Елизавета Липеева, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. В продолжение темы. Город подготовили к масштабным праздникам. В сохранении исторической памяти первоочередная задача. Большое внимание было уделено историко-культурным объектам. Косметический ремонт коснулся и памятника Георгия Победоносца. Специалисты обновили постамент и благоустроили прилегающую территорию. Без внимания не остался и сквер на площади Победы. Радостные даже минуты, не рабочие моменты, а праздничные уже. А то, что город украшают, я вообще каждый день радуюсь. Я вот даже радуюсь этим инструментом, я радуюсь листикам, радуюсь чистому небу. То, что город наш преображается, это большой плюс для нашего будущего поколения. А здесь все красиво. Центр города у нас вообще красавец. Город вообще красавец. Красавец. Я ничего не могу сказать. Красивый город. Возле театрального сквера разместилась праздничная локация. Бобруйские художники организовали под открытым небом выставку картин. Великой Победе посвящается. Каждый желающий может ознакомиться сразу с 12 экспозициями. От сертификатов до автомобиля. Весь май в сети дискаунтеров грошек будет проходить рекламная игра «Счастливый кошек». Подробнее об акции и о том, как принять в ней участие далее. Белорусы посещают магазин 16 раз в месяц. Пиковые дни – вторник, пятница. Люди постарше наведываются в ритейл в полтора раза активнее молодежи. Средний чек чуть больше 22 рублей. Конечно, удобно, когда в супермаркете есть все – от сахара до швабры. Ни для кого не секрет, грошек давно показал себя с лучшей стороны. Не кусачие цены, широкий ассортимент. Желающих выгодно закупить всегда сполна. Здесь есть весь ассортимент товаров и продовольственных, включая хозяйственные. Здесь вполне себе приемлемые цены и, в принципе, очень приятный интерьер. Это большой выбор, доступные цены. Ну, как бы, хорошая обслуживание. Я хожу в грошек, потому что большой ассортимент товаров и приятные цены. Порадовать своих покупателей. С 1 по 31 мая грошек запустил рекламную игру «Счастливый кошек». Внушительный список включил в себя все – от подарочных сертификатов, бытовой техники и электроники до автомобиля Белджи Х50. Розыгрыш запланирован 13 июня. Принять участие в рекламной игре достаточно просто. Для этого необходимо выбрать товары, обозначенные специальным ценником. Важный момент – общая стоимость должна превышать 3 рубля. Вот мне, например, понравились вот эти класса. А теперь пойдемте к кассе. Приобретая товар на кассе, вы получаете чек, на котором обозначен специальный набор чисел. Это поможет поучаствовать в розыгрыше призов. За каждые 3 рубля игровых товаров – один код. Его необходимо зарегистрировать в личном кабинете на сайте «Игра.грошек.бай». Если же возникли вопросы относительно деталей регистрации, вы можете позвонить по номеру плюс 375 44 788 8026 или оставить сообщение на сайте в разделе «Обратная связь». Совместить приятное с полезным. Во всех шести городских сетевых дискаунтерах покупатели уже прелюбовали игровые товары. В последнее время наши соотечественники стали покупать больше сыра и овощей, но меньше круп и макарон. Популярность ЗОЖ набирает обороты. Белорусские организации за пару месяцев 24-го реализовали продажу товаров на 9,5 миллиардов рублей. Конечно, в этом месте выгодно занял свою позицию «Грошек». Здесь есть все, что необходимо для качественной жизни. Игра «Грошек.бай». Играйте и выигрывайте. Роман Костюков, Станислав Чичерин, Бобруйск 360. Сразу после нас сирена мой коллега Роман Костюков с обзором криминальных новостей недели. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!